Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вот какой теме. Давайте сегодня разберём самые распространённые симптомы, что с вашими ногами что-то не в порядке. И сегодня мы с вами поговорим вот о самых основных жалобах, которые предъявляют многие люди. И вы порой даже часто не замечаете это. Чем же это опасно? Безусловно, это очень опасно для ваших сосудов. И вплоть может разовиться серьёзный атеросклероз, различные тромбозы и как следствие даже гангрена. Поэтому проблем с этим может быть очень-очень много. Давайте сегодня разбираться, как же всё-таки эти проблемы предотвратить. Поэтому, друзья мои, если у вас есть вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, может, каким рецептом, который вам помогает избавляться вот от такой серьёзной боли в ногах, обязательно напишите в комментариях. Да, то есть симптом венозных нарушений артериальных, плюс синдром забитых, но как угодно можете называть. Соответственно, первое, что вас может беспокоить, да, это боль в ногах. Вот кажется, что вы пошли недалеко, пошли погулять с собакой, вышли в соседний магазин, и у вас уже начинают болеть ноги, вплоть до того, что вы немножечко даже прихрамываете. Такой симптом перемежающейся хромоты. Это как раз говорит, то есть вы же не пошли там на какие-то дальние дистанции, расстояния. То есть вот буквально небольшой отрезок, и вы уже чувствуете, что вы не можете идти, у вас реально появилась в ногах боль. Соответственно, это свидетельствует о ишемии и, соответственно, о венозных нарушениях. Дальше. У вас постоянно мерзнут ноги, и они все время вот прям холодные. Вы все время ощущаете, что у вас прямо очень сильно мерзнут ноги. Друзья мои, это очень серьезный симптом. Многие к этому вот так вот снисходительно относятся. И у меня даже была пациентка, которая всегда ходила в теплых носках. Я всегда говорю, ну вот на улице реально жарко. Как вы так ходите? Она говорит, у меня все время мерзнут ноги. Зимой вообще там чуть ли не в валенках, да, там еще и в какие-нибудь термобелье хожу. А летом вот прямо там теплые носки даже там в обычные кроссовки одевают. И меня действительно это немножко сначала смутило. А потом мы с ней нашли действительно серьезную проблему в нижних конечностях. Именно связанная с сосудистым компонентом. Поэтому это тоже очень яркий симптом, что есть проблемы с оттоком крови. Соответственно, дальше. Вы заметили, что ваши ногти на ногах очень плохо растут. То есть на руках вы постоянно там делаете маникюр, что-то стрижете, на ногах очень-очень медленно. С одной стороны, многих женщин это радует. Ну, там, сделал педикюр и ходи сколько хочешь, да. Но с другой стороны, это не есть хорошо. Это означает то, что кровообращение нарушено. То есть почему плохо растут ногти? Потому что кровообращение нарушено. Соответственно, ногти могут быть ломкие, меняться узор ногтевой, да. То есть появляется исчерченность. И плюс ко всему добавляться тот же самый грибок, да. Соответственно, это уже серьезная проблема, которая в том числе говорит о том, что нарушено питание, да. Нарушен приток, отток крови к венам нижней конечности. Соответственно, кожа на ногах более бледная, синюшная, тонкая. Я всегда вот вспоминаю бабушек, да. Когда вот видишь у них ноги, они такие тоненькие-тоненькие. И кожица на них такая тоненькая-тоненькая-тоненькая, синюшная. Любая травма очень тяжело заживает, да. То есть постоянно какие-то трещинки появляются. И прямо вот очень-очень плохо все заживает. То есть вот они бедные лечат, 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 лечат. И как появилась эта травма, очень-очень плохо все это дело у них заживает. У мужчин, ну и даже у женщин, которые, конечно, не прибегали к каким-либо там, соответственно, апелляциям, там лазерным и так далее, начинают плохо расти волосы на ногах, да. То есть если вы заметили, что вообще нет волос, или они очень-очень медленно растут. Ну, многих женщин это может порадовать, ой, как хорошо, да. Ну и слава богу, не растут, и не надо их удалять, там брить, делать апелляции и так далее. Но вас это должно смутить. То есть если волосы не растут, значит нарушено питание. Питание нижних конечностей. И это уже очень яркий маркер, что надо бить тревогу, надо что-то делать. И, соответственно, этот момент действительно очень важный, да, для нас с вами. Поэтому, друзья мои, в любом случае, если вы заметили хотя бы один из этих симптомов у себя, вам обязательно нужно обратиться к сосудистому хирургу. То есть сосудистый хирург именно занимается венами нижней конечности, да. Более узкая специализация это флебология, да, то есть врач-флеболог. И действительно врач-флеболог обследует ваши нижние конечности, проведет как бы доплерографию ультразвуковую ваших артерий нижних конечностей и скажет действительно в чем проблема. Особенно если у вас есть сахарный диабет, особенно если у вас есть излишняя масса тела, то вы стоите в группе риска по различным серьезным проблемам, в том числе проблемам с атеросклерозом. Поэтому курение играет очень большой фактор в развитии всех вот этих вот неприятных заболеваний. Поэтому самая главная рекомендация это постараться устранить факторы риска, то есть отказаться от курения, обязательно все-таки начать заниматься своим весом и перейти на правильное питание. Друзья мои, это крайне важно для того, чтобы избавить вашу сердечно-сосудистую систему от очень-очень серьезных осложнений. Про питание мы с вами говорим очень много, но ваша задача, во-первых, с помощью питания уменьшить воспаление, улучшить кровоток, а если, соответственно, потребуется хирургическое вмешательство, то флебулок вам уже все это посоветует и конкретно скажет, что дальше нужно делать. Друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте все вопросы, которые вас интересуют, и мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всем огромного здоровья и до новых встреч. Пока-пока!